Общество должно провести свое расследование произошедшего в Золитуде обрушения здания магазина Максима и проанализировать произошедшее со всех сторон. На следующей неделе с этой целью будет создана общественная комиссия. Подробнее о том, чем она займется, Сергей Герасимов. Трагедия в Золитуде стала результатом халатности и недочетов сразу в нескольких отраслях, в том числе в строительстве, в сфере гражданской обороны и в области ответственности частного сектора. И чтобы разобраться в произошедшем по существу, нужна комиссия, в которую бы вошло как можно больше независимых экспертов и как можно меньше представителей власти, читают в организации Делна. Иначе ввели риск, что виновных будут искать годами. Министерство экономики создаёт свою комиссию, которая оценит проблему в сфере строительства и нормативных актов. Но никто не подумал, что нужно смотреть шире. Нужно создать одну большую комиссию, как это происходит в других странах в подобных случаях. Общественная комиссия ни в коем случае не будет вмешиваться в расследование по делу, которое ведёт полиция. Да и доступа к материалам следствие общество не получит. Об этом уже говорил глава МВД Рихард Козловскис. Совсем наоборот, не исключено, что результаты работы комиссии вполне могут пригодиться правоохранительным органам. На прошлой неделе вопрос о создании такой комиссии правительство отложило. Ещё не ясно до конца, кто войдёт в её состав. Предположительно, представители сразу шести ответственных министерств, госканцелярии, Сейма, Рижской думы, общественных организаций, в том числе и Делны, а также независимые эксперты. Государство собирается обеспечить ей финансовую поддержку её работе. Комиссия может состоять из двух групп. Непосредственно представители общества, которые бы анализировали информацию. В свою очередь, представители министерств и других структур власти могли бы выступить в качестве экспертов, мнение которых бы выслушала комиссия. Сколько человек будет участвовать в работе комиссии, пока неизвестно. Но в Делне надеются включить в неё и представителей русскоязычной части общества. Официально известно, что латвийский Сейм в этой комиссии будет представлять бывшая судья Рижского окружного суда Инара Штейнерта. По словам председателя парламента Солвиты Абултыни, Штейнерта за свою карьеру провела целый ряд сложнейших дел, в том числе и дело Банка Балтии. Предположительно, решение о создании комиссии правительство примет на следующей неделе, а первые результаты её работы можно ожидать 30 апреля. Сергей Герасимов, Рихард Смелтерс, Латвийское телевидение.